Всем привет! Я в последнее время на этом канале очень много рассказывал про фракталы, но давно не затрагивал тему клеточных автоматов, хотя клеточные автоматы мне всегда нравились даже больше, чем фракталы, поэтому давайте вкратце напомню, что это такое. Допустим, у нас есть поле из клеточек, которые мы можем закрашивать, и мы следуем следующим правилам. Если клеточка пустая, и вокруг нее есть ровно три закрашенных, то ее мы тоже закрашиваем. А если клетка уже закрашена, то она остается закрашенной, если вокруг нее есть две или три закрашенных. А в остальных случаях мы ее стираем. Это я сейчас описал правила самого известного клеточного автомата, который называется «Игра-жизнь». А на экране показан глайдер, самая известная конфигурация из игры «Жизнь». А интересна она тем, что следуя правилам, эти клетки постоянно движутся по диагонали. Изначально, когда Джон Конвей придумывал игру «Жизнь», он хотел сделать некоторую симуляцию бактерий. То есть каждая клеточка — это бактерия. Если бактерий становится слишком много, то они умирают от перенаселения, а если слишком мало, то умирают от одиночества. И хоть и изначальным референсом были бактерии, у которых могут быть нечеткие формы, а также относительно сложное хаотичное поведение, но здесь правила оказались такими простыми и четкими, что с помощью них оказалось возможным создание разных сложных конструкций. Например, вот сейчас на экране видно так называемый «завод космических кораблей». Здесь каждая отдельная клеточка работает по тем же самым правилам. И в игре «Жизнь» можно сделать даже компьютер, который будет производить вычисления. И тут тоже каждая отдельная клеточка следует тем же самым правилам. Если у неё есть три закрашенных соседа, то она тоже закрашивается. Если она закрашена и есть два или три соседа, то она остаётся закрашенной. А в остальных случаях она стирается. И это лишь один самый известный клеточный автомат, а их существует огромное множество. У меня уже было о них видео, вот где-то здесь оно появится. И я как-то подумал, а что если мы будем использовать не клеточки, которые исчезают и появляются, а некоторые частицы, которые у нас есть изначально, и они потом перемещаются по экрану. Например, пусть у нас есть частицы, которые притягиваются друг к другу. При этом так же, как и в игре «Жизнь», у частицы будет некоторый щёчек частиц вокруг неё. И если в некотором радиусе вокруг частицы частиц больше определённого порога, то вместо притягивания она начинает отталкиваться от окружающих частиц. Теперь случайно разбрасываем частицы и смотрим, что будет происходить. А происходит вот это вот. Уже что-то похожее на какие-то бактерии, микробы, в общем, как будто что-то под микроскопом. И происходит это как раз из-за того, что клеточки притягиваются, но когда их много рядом, они начинают отталкиваться. И в результате они формируют вот такие вот кружки. Чем-то похожие, наверное, на какие-нибудь мембраны живых клеток. Давайте теперь добавим второй тип клеток, и он будет своим присутствием немного снижать щёчек перенаселения. Это может быть странно, но почему бы и нет. И теперь у нас получаются вот такие вот кружки, у которых внутри красные клетки, а снаружи оболочка из нового типа клеток. Можем дальше добавить ещё какой-нибудь третий тип клеток, который, например, увеличивает щёчек перенаселения, но совсем на немного. И в результате из всего этого вырисовывается вот такое вот сложное поведение. Но при этом это поведение ещё и слишком хаотичное, поэтому я решил поискать другие правила, чтобы найти что-то, где будут появляться разные устойчивые структуры, как и в игре «Жизнь». Решил поискать, делали ли до этого что-то подобное, и наткнулся на вот это вот видео. Я не стал точно разбираться в том, какие здесь правила, но решил перенять главную особенность. А именно то, что частицы могут не просто притягиваться или отталкиваться, а одна частица может к другой притягиваться, а та от неё отталкиваться. Правда, таким образом получается какой-то вечный двигатель, и нарушается закон сохранения импульса, хотя это всё равно симуляция, в которой мы сами придумываем какие-то правила, лишь бы они выглядели красиво. Поэтому опять разбрасываем по полю частицы, и пусть они друг к другу все притягиваются. Видим, что они образуют такие вот небольшие кластеры. Это происходит из-за того, что притяжение тут работает по закону обратных квадратов, то есть чем дальше, тем оно слабее, причём в квадрате. То есть отдаляемся на 10 пикселей, притяжение ослабевает в 100 раз, на 20 пикселей уже в 400 раз. И так далее. То есть гравитация работает приблизительно, как в реальности. За исключением того, что здесь 2D мир. А если бы такая же гравитация, как у нас, была бы в двумерном пространстве, она бы ослабевала просто пропорционально расстоянию, а не расстояние в квадрате. Но это не важно, потому что так, мне кажется, выглядит красивее. И есть ещё второй вариант, где все частицы друг от друга отталкиваются, и тогда они заполняют весь предоставленный им объём. То есть если у нас есть всего лишь один тип частиц, то у нас всего лишь два варианта. Либо они все притягиваются, либо они все отталкиваются. Поэтому давайте посмотрим, что будет, если у нас будет уже два типа частиц. Можно нарисовать такую вот таблицу. Допустим, если клеточка пустая, то по умолчанию частицы друг к другу притягиваются. А если мы её закрашиваем, то они отталкиваются. Закрасим первую ячейку, и получится, что красные частицы отталкиваются от красных. А если закрасим только вторую ячейку, то получится, что красные отталкиваются от бежевых, но бежевые всё ещё притягиваются к красным. И так далее. А если закрасим все ячейки, то получается, что все частицы друг от друга отталкиваются. Давайте посмотрим на самое первое правило, когда красные частицы отталкиваются друг от друга, но при этом все остальные комбинации частиц друг к другу притягиваются. При этом красные притягиваются к бежевым. Бежевые образуют вот такие вот кластеры, которые покрываются красными частицами. Если же рассмотрим второе правило, где все притягиваются, но красные отталкиваются от бежевых, то получится вот такое вот постоянное движение. Всего из этих всех комбинаций притягиваний и отталкиваний можно составить 16 разных правил. При этом правило 0 это когда все притягиваются, а правило 15 это все отталкиваются. В некоторых правилах все слишком хаотично, в других получаются устойчивые фигуры. В каких-то все постоянно движется, в других со временем застывает. А еще может показаться, что здесь есть одинаковые правила, например правила 3 и правила 7, или правила 12 и 14. Но на самом деле они разные, например в правиле 7 все отталкиваются друг от друга, кроме бежевых, они друг к другу притягиваются. А в правиле 3 бежевые притягиваются еще и к красным. Но бежевые слепаются и начинают тянуть друг друга к общему центру масс, поэтому более разреженные красные вносят меньше эффекта. Но правила 3 и правила 7 все-таки разные. А вот одинаковыми можно назвать правила 3 и 12, хотя они выглядят совершенно разными, но на самом деле если мы просто переставим местами цвета, то поведение будет одинаковым. Получается, что если взять таблицу из наших 16 правил и убрать из них лишние, то есть те, которые получаются простой заменой цветов местами, то останется 10 правил. Мне кстати из них отдельно нравится правило 9, с вот такой вот симметричной таблицей, где одинаковые отталкиваются, а разные притягиваются. И если его запустить, то получатся вот такие вот червяки, которые через какое-то время застывают. Кстати, если посмотреть на изначальную таблицу и провести в ней вот такую вот диагональ, то видно, что она симметрична относительно этой диагонали. А если она симметрична, значит, что у нас выполняется закон сохранения импульса. Но как мы уже до этого заметили, интереснее, когда он не выполняется. Поэтому возьмем наши 16 правил, исключим из них повторяющиеся, а потом исключим все симметричные правила. И останутся только те правила, которые вечно находятся в движении. При этом правило 3 мы уже обсуждали, хоть оно и не симметричное, но движение там слишком слабое. А вот в правиле 11, наоборот, движение слишком сильное и хаотичное. Поэтому, мне кажется, наиболее интересные здесь правила 2 и 5. Теперь можно взять что-то от правила 2, что-то от правила 5 и скомбинировать их. Только потребуется добавить еще как минимум один дополнительный цвет. И получается вот такое вот поведение с тремя цветами. Кстати, если мы возьмем все возможные правила с тремя цветами, то их получится 512. Но если мы, как и раньше, уберем из них все повторы, то тут уже уберется очень много и останется всего лишь 104 правила. И получается вот такая вот последовательность. Если у нас 0 цветов, то у нас лишь 1 вариант, когда ничего нет. Если 1 цвет, то есть 2 варианта. Для 2 цветов уже 10 вариантов, для 3 104. И оказывается, что эта последовательность уже есть в энциклопедии числовых последовательностей. И она означает количество орбит под действием групп и перестановок. Ну, короче, что-то там сложное. Хотя ладно, на самом деле это не так сложно, это и есть то, что я делал, когда находил правила, где можно лишь поменять цвета местами и получится одно и то же правило. Но можно заметить, что все эти правила тоже довольно хаотичны, а я все-таки хотел какие-то устойчивые фигуры, как в игре жизнь. Поэтому тут я решил добавить новую деталь, и она очень даже хорошо сработала. И эта деталь, это связь между частицами. Давайте для начала придумаем для этой связи некоторые правила. Например, если 2 частицы находятся рядом, то они могут образовать связь, и они начинают постоянно притягиваться друг к другу, даже если до этого они отталкивались. Но при этом количество связей, которое может образовать каждая частица, ограничено. И пусть оно зависит от типа частицы. Например, красная частица может образовать одну связь. Бежевая 3, а голубая 2. При этом, например, красные частицы не могут связываться с другими красными, а бежевые могут связываться не более, чем с двумя другими бежевыми. И бежевые и голубые могут связываться не более, чем с одной красной частицей. Все друг к другу притягиваются, но голубые отталкиваются от красных. Запускаем и видим, что на этот раз действительно образуется много разных устойчивых комбинаций частиц. Мне особенно нравится вот эта вот штука, назовем ее, например, бабочка. Она, кстати, довольно часто появляется, если просто случайно разбросать частицы по экрану. А вот эта вот штука, это примерно как бабочка, только немножко измененная, из-за этого она не летит, а просто постоянно крутится, поэтому назовем это, например, спиннер. Есть еще вот такая вот какая-то змея, например. И много разных других интересных комбинаций, кажется, как будто они плавают или машут какими-то крыльями. Наверное, самая простая конфигурация, тут у которой все связи заполнены, это вот такая вот штука, назовем ее, например, глайдер, как в игре жизнь. Похожа на какую-нибудь молекулу. Еще интересно, что она может либо лететь в какую-то сторону, либо крутиться на месте. Еще есть те самые бабочки, запустим их 100 штук и посмотрим, как они разлетаются. Многие начинают упираться в стенки экрана, другие начинают отталкиваться друг от друга, разлетаться в разные стороны, разворачиваться. Кстати, большую часть этих экспериментов я делал еще года три назад, просто тогда я об этом не снимал видео. Но зато у меня в шапке канала уже давно нарисована вот эта вот бабочка, как отсылка к будущему видео. Ну, то есть тому, которое я выпускаю сейчас. А еще, кстати, интересно то, что если мы вместо бабочек насоздаем кучу спиннеров, подождем какое-то время и вдруг заметим, что здесь тоже появилась бабочка. А если еще ускорить видео во много раз, то бабочек становится больше. Каким-то образом спиннеры превращаются в бабочек. Но если перемотать на самое начало и начать следить за каким-то спиннером, то можно заметить, что один из спиннеров может случайно как-то перекрутиться и превратиться в бабочку. Бабочка расположена как бы вот так, а спиннер вот так. Таким образом спиннер может перекрутиться и превратиться в бабочку. В терминах клеточных автоматов бабочку называли бы космическим кораблем, То есть такой конфигурации, которая постоянно куда-то летит. А вот спиннер был бы осциллятором. То есть конфигурации, которая постоянно меняется, но в целом возвращается в то же самое место. Еще из подобных осцилляторов есть, например, крылья. Вот так вот они выглядят, если мы создадим кучу крыльев. А из кораблей есть разные червяки, вот такие, потом червяки вот такие. И еще много разных вот таких вот непонятных существ. И все это многообразие существ создается вот этими вот правилами, которые я показывал две минуты назад. Но мы ведь можем здесь все поменять. Поменять количество связей у частиц каждого цвета. Поменять количество связей с конкретными цветами. Поменять таблицу притягиваний и отталкиваний. В результате получается около миллиарда различных вариантов правил. И это только для трех цветов. А мы ведь можем сделать больше. Поэтому я решил всю эту штуку переписать для браузера. Чтобы можно было просто зайти на страницу, нажать сгенерировать новое. И каждый раз получать разные случайные правила. Также тут есть кнопка скопировать ссылку. И если потом открыть эту ссылку, то там будут те же самые правила. Сейчас я, например, перебираю разные правила всего лишь с двумя цветами. И они уже достаточно разнообразные. Если поставить больше цветов, то можно найти и более интересные правила. Но их и сложнее получить в этом огромном многообразии правил. Мне, например, особенно понравилось вот это правило. Здесь появляются какие-то морские звезды. Причем они со временем растут. К ним присоединяются все новые и новые детали. А вот это правило очень похожее. Но вместо морских звезд здесь как будто появляются какие-то вирусы. А здесь появляются разноцветные кольца, линии. Как будто это мармеладные червяки. А в этих правилах появляется скопление частиц. Потом эти скопления частиц начинают окружать другие частицы. Как будто это какие-то куски сот, окруженные пчелами. Я сделал об этом пост в ВК, кстати, подписывайтесь на группу канала. Ссылка будет в описании. Там в комментах попросили добавить новые фичи. Например, по клику мыши добавлять новые частицы выбранного цвета. И тут мне пишет Юра Морозов, который добавил к этому всему крутой интерфейс. И в этом интерфейсе есть куча новых опций. Можно поменять скорость симуляции. Можно поменять количество частиц на экране. Поменять радиус, трение частиц и разные другие параметры. Также тут есть улучшение графики, а еще можно как раз кликать мышкой и создавать новые частицы. Выбрал красный цвет и создаю частицы. Видно, что они объединяются в такие вот пары. Теперь выбираю другой цвет, создаю частицы и смотрите, они выстраиваются в цепочку. Как будто это какая-то молекула. Давайте теперь сгенерирую какие-нибудь другие случайные правила. Ну вот эти мне, например, не нравятся. Давайте следующие. Вот, тут частицы как-то соединяются друг с другом. Теперь я удалю все частицы на поле и начну создавать новые частицы. Кстати, в этих правилах видно, что эти частицы объединяются в группы по три штуки. Как будто мы тут и правда создаем какую-то новую вселенную со своей химией. Добавляю другой тип частиц, он присоединяется к той группе из трех частиц и они начинают летать. А если я создаю эти частицы отдельно, то они объединяются в такую вот кучку. А тут, смотрите, одна такая молекула присоединилась к этой кучке. А теперь вдруг присоединилась вторая и они превратились в крылья. Потом она случайно оторвалась, но через какое-то время прилетает новая и опять образуются крылья. Ну а на сегодня все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok